доброе утро ребята приветствую вас на торговой сессии четверга давайте снова погружаться в эту трейдинговую финансовую среду традиционное начало анализ российской валюты и поведение нефти рубль динамика говорит сама за себя еще чуть-чуть и мы коснемся нашей цели которую поставили довольно таки давно это 55 рублей за один американский доллар что касается фундаментальной составляющей причин толкающий сейчас американцы вверх против рубля соответственно оказывающие давление на российскую валюту очень много факторов на самом деле если уж детально прям проанализировать ситуацию думаю что мы сможем найти 5-6 таких серьезных основополагающих аргументов указывающих на то что рубль находится под вполне обоснованным давлением что касается напротив другой цели попытаться найти поддержки для рубля тут к сожалению этой поддержки нет хотя может быть если конечно же сейчас нефти развернется бренд и снова окажется выше 65 долларов за один баррель давайте все-таки поговорим про те факторы которые оказывают давление на российский актив помимо традиционной банковской скажем логики которую мы описывали со стороны цб покупка валюты пополнение золотовалютных резервов а потом минфин финансирование будущих расходов запас валюты для того чтобы исполнить долговые обязательства пик платежей июнь и июль по корпоративным и государственным долгам соответственно повышенный спрос на также иностранную валюту действия центрального банка по ограничению сроков периодов валютного репо приближающейся повышение процентной ставки заседание центрального банка напомню она пройдет уже на середине этого месяца и мы ожидаем еще одно действие по смещению монетарной политики по снижению ставки рефинансирования с 12 с половиной процентов ну может быть увидим даже 10 хотя скорее всего коррекция будет поскромней и все будет зависеть от тех данных по инфляции с которыми мы подойдем к фактическому решению центрального банка а теперь что касается более серьезных факторов это конечно же нефть откройте бренд дневки посмотрите то что уверенно закрепились ниже 65 сейчас торгуется актив в районе 63 с небольшим может легко уйти ниже на самом деле поскольку вчера стартовал заседание опек ждем важного самого важного для энергоресурса решения в эту пятницу и это решение будет касаться обновленного прогноза и фактического показателя по дневной выработки и квоте на текущий момент а если вернемся на заседание 27 ноября это квота 30 миллионов баррелей в сутки соответственно мы говорили про то что сейчас учитывая актуальные объемы со стороны ключевых производителей нефти эта квота уже скажем характеризуется более высокими показателями практически 31 с половиной миллиона баррелей в сутки что касается ожиданий 90 процентов того что опека не изменит эту квоту почему потому что они сообщали раньше об инициативе совместного планомерного с другими участниками энерго рынка а снижение объемов производства для того чтобы скажем создать условия для большей стабилизации цен на энергоресурс на этот призыв никто не откликнулся и разумеется тянуть ввоз опека собственноручно собственными усилиями один не будет и не хочет нести ответственность за динамику цен на энергоресурсы единолично поэтому опек скорее всего по-прежнему придерживаться темы того что у них есть приличная доля и они никому ее не уступят на рынке поэтому как минимум мы ожидаем сохранения квоты но если посмотрим на прогнозы со стороны барклайс и морган стэнли они предлагают оперировать текущими объемами по выработке и прогнозируют исходя из текущих объемов выработки свыше 31 миллиона баррелей в сутки увидеть как раз обновленный прогноз обновленную квоту со стороны опек но я думаю что это конечно же маловероятно но для спекулятивного интереса тоже скажем неплохой инфоповод в любом случае и первое и второе решение то есть и первый и второй сценарий это потенциальный негатив для рынка энергоресурсов поэтому если нефть у нас по факту пятничного решения опек продолжит оставаться под давлением продолжить коррекционную динамику разумеется рублю также придется основа сдавать пункты своим основным конкурентам американскому доллару и европейской валюте и еще на что я хочу обратить ваше внимание может быть даже локально фактор который сейчас оказывает еще больше негативное влияние на российский актив чем нефть эта ситуация на украине думаю что в каком-то формате вы уже ознакомились новостями которые фигурируют в сми это эскалация конфликта и действительно серьезные опасения того что минские договоренности уже фактически сорваны дорожная карта не работает это снова поднимает вопрос о том что разрешить кризис не удается соответственно возникает необходимость дополнительных новых встреч и пока эти встречи будут организованы соответственно проведены много дров может быть наломано уже на юго-востоке украины и в целом разумеется если вспомним 14 год вообще ситуация на украине выступала одним из самых серьезных факторов геополитических рисков как для российского фондового рынка так и для российской валюты в принципе даже для российской экономики поскольку именно ситуация на украине оказалась одним из основополагающих факторов финансовых экономических рестрикций со стороны запада вчера ситуация вышла буквально смысле из-под контроля это мягко говоря реальная эскалация конфликта возобновление боестолкновений новые жертвы и до сих пор эта ситуация никак не разрешена артообстрелы продолжаются люди гибнут поэтому соответственно рубль опять же руководство с логикой 14 года сейчас создает позиции еще исходя из основа актуальных а геополитических рисков и в целом актуальная котировка сейчас я думаю уже может быть 55 хотя давайте все-таки говорит что рядом с 55 но в целом все эти факторы единым фоном фронтом могут дальше толкнуть пару юзди рапа вверх и преодолеть это мощное сопротивление которое держится в районе 55 как только эта цель будет преодолена тогда уже будем на ставите новые ориентиры пока придерживаемся 55 до него остается еще совсем чуть-чуть дальше европейский рынок евро валюта вчерашняя торговая сессия снова восстановительная бычий ралли повышенный спрос на рисковые инструменты на евро и параллельно связи с ростом европейской валюты росли другие рисковые инструменты в целом что сейчас оказывает поддержку главному валютному риску участники рынка с надеждой ожидают что договоренности после многих месяцев бессмысленных безрезультатных переговоров между грецией тройка и тройка криторов все-таки будет достигнута основание для этого на самом деле локальный есть поскольку не так давно буквально несколько дней назад если уж быть совсем точными во вторник когда мы видели эту обычную свечу в 250 пунктов тройка криторов прежде всего мвф европейская комиссия решила предложить греции обновленный сценарий вариант разрешения ситуации точнее новый план проект плана соглашение которое может быть будет более приемлемым реальным для исполнения уже для на греции чем это могло быть связано может быть действительно европейская комиссия мвф осознали тот факт что сейчас лучше не создавать таких прецедентов как новые кризисные события в мировой экономике может быть тройка криторов осознала также тот факт что гораздо проще им проявить гибкости пойти на какие-то навстречные шаги чтобы создать базис для нахождения компромиссных условий урегулирования этого греческого долгового кризиса поскольку действительно положение греции сейчас оставляет желать лучшего ситуация плачевная и в целом те прошлые условия которые выдвигались со стороны тройки это реформирование пенсионной системы и рынка труда но это практически невыполнимо для них поскольку это является прямым нарушением того курса против на мир жесткой экономии который придерживается сейчас греческое правительство и партия сереза поэтому тройка криторов сейчас фактически уже согласовала а новое видение проекта нахождение соглашение достижения соглашения нахождение взаимопонимания сейчас речь идет о некоторых формулировках правках я думаю что в ближайшее время этот проект будет предоставлен греции для уже окончательного согласования и принятия окончательного решения но поскольку такого позитива за последние месяцы действительно мы не видели а сейчас трейдеры инвесторы воспринимают это в качестве серьезного такого основополагающего прорыва прогресса и закладывают уже через ожидание что греческий вопрос уже фактически решен но вы должны прекрасно понимать что он еще не решен поскольку еще еще не ясно насколько будут выполнимы новые условия для греции со стороны тройки еще не ясно все ли устроит грецию и не ясно действительно каким образом сейчас греция собирается исполнять свои долговые обязательства ладно пятницу уже можно опустить наверное если бы были серьезные проблемы с видностью евро доллары вел бы себя совсем иначе может быть пятницу греция сможет исполнить свои долговые обязательства на какую сумму кстати 300 миллионов евро уже следующей неделе то есть до середины июня обязательства покруче 1 и 3 миллиарда вот с этим уже будет гораздо интересней и к этому моменту соглашение уже должно быть достигнута другой инфоповод а я думаю что для евро может быть оказала даже еще большее влияние по итогам вчерашней торговой сессии это конечно же публикация ставки и конференция руководителя европейского центрального банка марио драги ставка рефинансирования осталась неизменной 0,05 ставка по депозитам на отрицательной территории также неизменно минус 0,2 процента но куда больше внимание было приковано как раз конференции президента и цб драги который со свойственным ему красноречием снова в оптимистичном ключе высказался о перспективах валютного блока на самом деле не обращал внимание даже на последнюю макроэкономическую статистику сообщил о том что сейчас еврозона в принципе встает уже на рельсы умеренного постепенного восстановления и дальше наверное все будет только лучше что касается инфляции может быть на его риторику повлиял конечно же показатель вторника по индексу потребительских цен когда мы увидели рост этого показателя марио драги также отмечает что концу 2015 года инфляция наберет еще большие темпы разгона и в ближайшее время может быть перспективе полутора двух лет они смогут выйти на целевой показатель и что касается дополнительных экономических стимулов то может быть даже с учетом как раз роста индекса потребительских цен пока экономика валютного блока не нуждается в доп поддержки через более агрессивный выкуп активов и через более агрессивное расширение программы количественного смягчения и что касается текущей программы то драги еще раз подчеркнул что она будет продолжаться в прежних объемах 60 миллиардов евро она будет длиться до сентября 2016 года и на вопрос о том не планируете ли вы вообще может быть случае улучшения статистики свернуть ее раньше драги отметил что в планах этого не было и по его собственному субъективному и на мой взгляд уже и объективному мнению следует реализовать эту программу в полном объеме то есть как минимум продержать до а сентября шестнадцатого года что касается того настроен ли ги цб случае необходимости все-таки предпринятие дополнительные усилия для стимулирования экономики через опять же расширение программы ки драги отметил что в принципе фраза клише еще от бена бернанке пошла что при необходимости конечно же да в общем локально мы не услышали реальных намеков на то что доп стимулирования должно произойти и стать актуальным для рынка вот сейчас но все-таки оставляем это в качестве возможного сценария если статистика будет располагать к сохранению негативного тренда и будет подталкивать экономику к доп помощи уже для национального рынка пока у нас по факту конференции драги еще один оппозитив евро также его достаточно лихо отыграл локальный вчерашний максимум у нас уже был зафиксирован в районе 1 12 84 сегодня на азиатской торговой сессии последовала коррекция и сейчас конечно же рынки хотят дождаться еще одного важного макроэкономического события этой недели это пятничный отчет по нон-фарм пэрлс теперь давайте плавно перейдем паре а доллар японская иена разумеется вчерашний вчерашняя динамика американца полностью зависела уже от национального макроэкономического фона поскольку вчера мы анализировали данные по и дзи пи отчет который предвосхищает пьяничный нон-фарм пэрлс по и дпи статистика лучше некуда 200 тысяч был прогноз и если бы мы увидели 200 тысяч это было бы уже шоколадно мы по факту увидели чуть больше двести одна тысячи это указывает на то что экономика продолжает создавать большое количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и в купе с ростом базового на показателя по инфляции вчера по сути был получен еще один аргумент в пользу того в пользу готовности американских монетарных властей к повышению процентной ставки до конца 2015 года отчет конечно же частного агентства нас больше интересует официальная статистика от министерства труда но она будет уже завтра и опять же руководствуясь традиционной логикой думаю что скорее всего с большей вероятностью нон-фарм пэрлс могут оказаться также неплохими как и дпи и если мы увидим хороший сильный такой триггерный отчет уже со стороны рынка труда для пары доллар японская иена это хороший стимул для восходящего движения и основа повторного тестирования сопротивления 12-летнего максимума в районе 125 иен за 1 доллар и пару слов еще хотел сказать про out usd то есть австралийц против американского доллара откройте дневные графики здесь стоит обратить внимание на хорошие данные по темпам экономического роста а ввп вырос на 2,3 процента против а прошлого показателя 2 и 1 а в целом это годовые показатели неплохие но мы с вами очень детально еще проанализировали всю фундаментальную подноготную австралии и нашли ряд серьезных факторов негативных моментов в плане слабости экономики которые позволяют даже закрывать прямом смысле глаза на проявление хорошей статистики через темпы экономического роста поскольку следующие показатели могут оказаться уже гораздо хуже и посмотрите на сегодняшнюю азиатскую сессию out usd должен корректироваться уже с локального хая потерял больше 50 пунктов но вполне возможно что в ходе моего брифинга чуть восстановился но я думаю что не очень сейчас австралийцы продолжают находиться под прессингом и вспомните формулировки в том числе и монетарного руководства австралии о том что самой серьезной бедой для национального рынка сейчас выступает как раз переоцененная валюта австралийц таким и является более справедливо оправданный курс это в районе 75 вот к нему пока пара и будет оцелиться на него и будет ориентироваться туда же делаем ставку локально и мы ясно вопрос есть ребят тогда большое спасибо за внимание ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале о маркет составлять их под видео окном всего доброго до свидания